Давича, а именно 29 мая, я послушал проникновенную, трогательную, исполненную мудрости речь нашего патриарха, которую он обратил к прихожанам Храма Христа Спасителя на шестую неделю по Пресвятой Пасхе, после литургии, где читается Евангелие об исцелении слепого Иисусом Христом. Смысл этой евангельской проповеди всем, кто хоть чуть-чуть знаком с православием, вполне понятен – это об испытаниях, которые даёт нам Господь Бог в неизреченной мудрости своей для того, чтобы к Богу нас приблизить. То есть, вот был человек слепой, однако в вере был крепок, и Бог его излечил. И опять же, это чисто метафорически можно понимать, как бы тебе не было плохо, через страдания душа укрепляется, через страдания душа ближе к Богу делается, в конце концов, пострадав здесь, возможно, тебя ждёт лучшая участь на небесах. Но ведь не просто так говорил патриарх прихожанам эти исполненные подлинного любомудрия слова. Как обычно, патриарх нашёл те самые струны, которые в наши дни созвучны, параллельны тем самым струнам, которые звенели давно, две тысячи лет назад, там, под палестинским знойным небом, в сирийских буйных городах. Ну, просто потому, что у нас и сейчас, вы представляете, довольно непростые дни. И вот на этих параллельных струнах патриарх сыграл настолько ловко, что у меня даже возникло сомнение. А вот этот человек, Гундяев, он где-нибудь вообще учился? Но ведь это же нехорошо. Так врать. Причём, как мне кажется, в духовной семинарии, где он точно совершенно проходил некую подготовку, сообщают, что врать – это плохо, это грех вообще-то. Ну, нет. Патриарх Кирилл именно врёт. Он даже не заблуждается добросовестно. Он прямо обманывает, используя собственный авторитет и безграничное доверие, которое к нему испытывают прихожане, зная о том, в каких чинах этот человек. Слава Богу, конечно, не папа римский, но всё равно один из пентархии, один из пяти христианских патриархов на нашей земле. Напомню, это был когда-то константинопольский, римский, антиохийский, иерусалимский патриархи. Вот это один из них. Ну, понятно, что теперь у нас их несколько больше. С пентархии-то у нас не срослось. У нас теперь везде по патриарху. Но, тем не менее, человек-то важнейший. И даже дело не в том, что он врёт. Параллели какие проводит. Но об этом в конце. Пока о конкретике. Уверен, многие уже слышали о льготах и бонусах для IT-компании. Это и налоги, и кредиты. В наше время, когда современный мир неразрывно связан с высокими технологиями, от использования смартфонов до мониторинга полей при помощи дронов, IT-специалисты востребованы во всех отраслях экономики. IT-профессия – это независимость. Вы можете работать удалённо или вернуться в уютный офис в любой момент без потери эффективности и сложностей. Вы работаете вне времени и пространства. Можете быть Python-разработчиком в офисе в Москве или в каворкинге в любой точке мира. Но с чего вообще можно погрузиться в IT-сферу, если раньше вы никогда не были с ней связаны? Ответить на этот вопрос поможет бесплатный тест на Skill Factory. Благодаря ему вы точно сможете определиться с направлением в IT-сфере. А вдобавок, в подарок, получите бесплатный доступ к курсу, на котором сможете попробовать себя в роли аналитика, разработчика, дата-сайентиста и даже тестировщика. И самое главное, во вторник в 7 вечера по Москве на базе Skill Factory состоится онлайн-встреча. На ней вы узнаете о карте компетенции современного IT-специалиста. Как изменился рынок труда в современных российских и международных компаниях? Узнаете, какая профессия подходит вашему типу личности и получите очень много практических материалов, которые позволят сделать первые шаги в IT. Вы научитесь самостоятельно создавать чат-боты, узнаете, кто вы в мире Data Science, сделаете свою первую игру на Юните, создадите аналитический дашборд. Мечтали здесь и сейчас изменить свою жизнь к лучшему? Тогда не теряйте времени и кликайте по ссылке в описании. Проходите бесплатный тест от Skill Factory и узнаете все о мире IT. Сегодня мы вспоминаем страшные события в истории нашего Отечества. Во-первых, решение о разделении Руси, которое принял тогдашний вождь Ленин. Уважаемый патриарх, Ленин никакого решения о разделении Руси не принимал. Ленин стал принимать участие в управлении той территорией, которую вы называете Русь, после 25 октября 1917 года, когда Русь свое существование фактически прекратила. От нас де-факто уже отпала Финляндия, от нас де-факто уже отпала Польша, которых как-то не крути, Русью назвать не получится, потому что не Русь это, а завоеванной территории. От нас де-факто уже почти к тому времени отпала Украина. И не только они прямо сейчас у нас в центре России, от Петрограда до Москвы. И только что Временное правительство пытался свергнуть лавр Корнилов, у которого тоже не было полного понимания с коллегами. Русь уже к тому времени исчезла, не было больше ее, она кончилась. И то, что Ленин провозгласил право нации на самоопределение вплоть до отделения, в этот момент, когда этот принцип был провозглашен, это было приглашение к соединению на новых началах, на новых условиях, на условиях добровольности. Не то, что мы пришли с левольвером и нагайкой и привели тебя обратно в стойло, поделили твою территорию на губернии или генерал-губернаторство, если потребуется, и вот теперь мы зажили в дружбе и братстве. Нет, так больше было нельзя, потому что десятилетиями пестумый взращиваемый капитализм на территории Руси породил местный национализм. И вернуть сложившиеся или складывающиеся политические нации назад в общую семью можно было, только протянув руку и сказав, вы такие же, как и мы. Мы вас ничем не лучше, и вы нас ничем не лучше. Мы единые и равные братья. Но ведь равенство и братство может быть только в одном случае, в случае полной добровольности. Если вы не хотите жить в одной квартире с вашим братом, так кто же вас удерживал? Но в тот момент это было приглашение к соединению. И это соединение именно на ленинских принципах состоялось. Оно состоялось и прошло испытание во время Гражданской, а потом и Второй мировой войны. Ничего не помешало нам вместе с казахами, узбеками, киргизами, украинцами, белорусами и многими-многими другими грузинами, азербайджанцами, армянами, остаться в рамках единой страны, единой политической нации, единой общности, советский народ. А никакая не Русь. Русь, дорогой товарищ патриарх, это крохотная территория от Старой Ладоги до Таманского полуострова в самом лучшем случае. И простирается она в ширину от Рязани, ну, примерно до Полоцка. Вот это Русь. Для раннего средневековья это была очень большая страна. Однако для времён, в которых оперировал уже Владимир Ильич Ленин, эта страна крохотная. Просто ни о чём. И уж точно, кратно, многократно меньше, чем то, с чем пришлось Ленину работать. Вы эти довольно простые, но в то же время душеспасительные факты, может быть, знаете не хуже, чем ту самую басенку об исцелении слепого, которого сначала Господь ослепил, а потом сам же исцелил. По-моему, это вполне очевидно. Зачем вы говорите, что Ленин принял решение о каком-то разделении? Он страну спас! Стыдно в зеркало смотреть, после того, как вы так смачно плевались. В некотором образом собственного предшественника, одного из власть-придержащих. Вы же тоже теперь один из. Кстати, я очень люблю, когда кто-нибудь называет Ленина вождём. Это, может быть, такая должность у нас была? Вождь. Вы бы хоть в Википедии посмотрели, как должность-то у Ленина называлась. Вождём Ленин был только для сознательных коммунистов. То есть, далеко не для страны. И страной-то управлял не Ленин. Страной управлял у нас Верховный Совет. Рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. У нас страна была не Ленина, а страна Советов. Вы почему думаете, что если там где-то наверху кто-то есть, который принимает решение или влияет на них, это самодержанц? Не был Ленин самодержцем, не мог он в одиночку принять такое решение. Он принял его не в одиночку, он принял его коллегиально. И был, как это оказалось в исторической перспективе, на 100% прав. Потому что это не разъединение, это соединение. Но едем дальше. К словам патриарха. До того Единую Русь стремились разделить враги. А киевские князья, затем князья московские, цари, императоры стояли на защите единства страны. Особенно круто это про киевских князей. Киевские князья – это, видимо, имеется в виду князья киевского периода Древней Руси. Так вот, такие самые парни, которые в 1097 году собрались на саммит в городе Любичи, где приняли известное Любическое докончание, где было сказано «каждый додержит свою отчину». Чем положили начало? В юридическом смысле феодальной раздробленности Руси. И потому, что в каждом удельном княжестве появилась своя династия, которая не имела права посягать, по крайней мере, на законных основаниях, на земли любой другой династии, и где внутри начинается наследование по собственному лествичному праву. И вот только один город остался без своей династии. Это был Киев – самая богатая, урбанизированная и населённая территория во всей тогдашней Руси. Почему? А потому, что Киев самый богатый. А значит, никакая династия не имеет права им владеть. И вот сразу после этого началась такая грызня. Русь превратилась в такую банку с пауками, в такой визжачий ком собак, которые рвут друг друга на куски из-за кости, который являлся Киев. Что вообще непонятно, как это выжило-то вообще-то всё, даже без помощи извне, без помощи монголов. Но потому, что около Киева обязательно оказывалась чья-нибудь оскаренная харя, которая отпихивала оскаренные хари коллег, впивалась туда ну хотя бы недели на три, месяца два, годик, чтобы успеть повыкачивать деньги из этой территории. Потом получала благословенного пенделя и отправлялась обратно в свой удел залезывать раны, чтобы потом ещё раз рвануть кусок мяса с шерстью у кого-нибудь из бока. А при помощи кого? А легко. Эти князья привозили с собой на Русь половцев, в лёгкую совершенно, т.е. кочевников, которые резали, грабили и угоняли в полон паству, вверенную заботам русской православной церкви. Вот такая у нас была борьба за единство Руси, которую проводили киевские князья. Ну, т.е. видимо, имеется в виду князья киевского периода. Московские князья соединяли не Русь, московские князья, потому что это были феодалы, возвращали собственные земли и стремились к максимальной экспансии на земли сопредельных держав. Ну, просто какие-нибудь болховские князья, они же были независимы, значит, это была сопредельно независимая держава. Уж так получилось по факту борьбы за единство Руси, которую вели киевские князья. Вот они это устроили. Дальше пришлось что-то делать. А потом, между прочим, эти самые московские князья, когда вроде бы Москва уже стала доминирующей силой в северо-восточной и во многом в северо-западной Руси в XV веке, устроили очередную гражданскую войну. Кто это был? Это были именно московские князья. Они устроили гражданскую войну. Грызню за престол. Это, видимо, тоже в рамках усиления центростремительных тенданций. Что вы брешете, а? Вы бы хоть нос в учебник запихали. Или вы точно знаете, что вы врете. Значит, хотелось бы узнать, зачем? Что вы пытаетесь у паствы при помощи своей лжи выманить? Ну, просто потому, что я, извините, не верю в людей, которые просто лгут. Они всегда лгут с какой-то целью. Вот гражданин патриарх, вы с какой целью лжете? Едем дальше. Ну, вот пришел такой господин или товарищ, ликвидировал единую страну, создав на территории исторической Руси независимое государство. Поскольку все, что делали революционеры, было связано с обманом народа, то и сделанное этим человеком несло в себе обман. А как мы только что обратили внимание, у вас там все в порядке с честностью? Ну, да это к слову. Что было связано с обманом народа? Что обещали революционеры? Может быть, землю крестьянам в рамках черного передела не отдали? Отдали. Войну, может быть, не прекратили? Прекратили. Частную собственность на средства производства в тяжелой промышленности, может быть, не прекратили? Прекратили. Банки, может быть, не национализировали? Национализировали. Где вранье-то? Ну, давайте посмотрим. А вот где, смотрите. С одной стороны, он подписал, ну, это то, что все задержало в себе обман, да? С одной стороны, он подписал все эти декреты о том, что на территории Руси создаются независимые государства. Но очень скоро от его решения мало что осталось. Я не понимаю, вы сейчас кого пытаетесь оправдать? Себя, Ленина или кого-то еще? Потому что вот он подписал декреты о независимости государства. А дальше-то что было? Кто-то кого-то, может, завоевал? Ну, покажите мне факт завоевания. Или было добровольное вхождение с минимальной помощью из центра, который просто парировал некие белогвардейские и даже интервентные угрозы извне, которые могли бы не дать ту или иную территорию по-братски включить в состав единой страны. Заметьте, в рамках совсем еще недавно единой империи. Почти в таких же границах. Так было завоевание или нет? Скажите мне честно. Нет, завоевания не было. То есть, это значит, что эти самые независимые республики добровольно вошли обратно в состав СССР. А значит, где им соврал Ленин? Ответ – нигде. Все ленины большевики им не соврали. Некоторые, между прочим, из республик в итоге. Та же представительство в ООН получили, причем самостоятельное. Уж не признак ли это очень серьезной степени суверенности? Мне кажется, да. А вам, дорогой гражданин соврамши, как? Дальше. Ну, а решение-то было. Верховный правитель принял решение разрушить свою страну. И мы знаем, что последствия этого страшного решения сегодня откликаются на судьбе всех нас, людей, живущих в Российской Федерации, на Украине, в Белоруссии и других местах. Ох, извините. А вы как думаете, если бы у нас только не Верховный правитель, а группа, сконцентрированная вокруг личностей Горбачева и Ельцина, а также Кравчука и Шушкевича, если бы эта группа предателей решила бы предать Советский Союз, который не был бы разделен на республики, а был бы разделен, например, на области. Вы думаете, это бы им помешало как-то? Вы думаете, вот прямо там, в Беловежской пуще, невозможно было бы провести некие границы, скажем, по условно-этническим областям? Чтобы удержала их бумажка, так бумажка и так была. Чтобы выйти из состава Союза СССР, нужен был референдум с определенным кворумом явившихся и подавляющим большинством голосов, проголосовавших за выход. И референдум-то, между прочим, во всех республиках решила, что не будет никакого разделения, мы останемся в рамках СССР. Эта бумажка кому-то помешала? Что-то, мне кажется, нет. И почему бы помешала другая бумажка, гипотетическая, которая могла бы быть в случае того, если бы у нас не было права нации на самоопределение, вплоть до отделения? А, впрочем, я знаю, чем бы такая бумажка помогла. Точно. А она бы помогла ровно тем, что СССР бы не было, а значит, и распадаться было бы нечему. То есть, проклятый Ленин не смог бы подложить бомбу под здание тысячелетней государственности Руси, потому что никакой Руси бы не было. Или нет? Как раз Русь бы и была. Вот та самая. В рамках Большого Московского княжества отдельно была бы Сибирская республика, отдельно Уральская республика, потому что фактически она уже была под руководством Камуча, комитета учредительного собрания. Отдельно был бы остров Крым вместе с неполживым генералом Врангелем и его наследниками. И, конечно, отдельно была бы Украина, Беларусь, Прибалтика и так бы все чинулось прямо с 17-18-20-го года. И Ленину некуда было бы запихать свою атомную бомбу, так и остался бы ни с чем проклятый картавый полужит. О, о, как я все понял. Великая страна, оплот православия, сила, уравновешивавшая все другие силы, через эти страшные исторические решения ослабла, впрочем, не настолько, чтобы с ней вообще перестали считаться, потому что сегодня мы лицом к лицу сталкиваемся с новыми проблемами, которые связаны опять-таки с тем, что предпринимаются опасные попытки ослабить наше отечество. Дорогой друг, великая страна, оплот православия, которая что-то там уравновешивает, эффективнее всего в своей истории уравновешивала это при большевиках. Это при большевиках. Между прочим, у нас вот та самая православная страна стала той страной, с которой вынужден считаться вообще весь мир, потому что это была вторая экономика в этом самом мире и самая мощная армия в этом самом мире. Плюс непрерывно увеличивающееся население не только в нациреспубликах, но относительно равномерно по всей стране. К 1991 году 300 миллионов нас было тех самых людей, которые могли бы стать вашей паствой, товарищ Гундяев. То есть, потенциально православными людьми, потому что в Советском Союзе был провозгласен принцип свободы совести. Каждый, по Конституции, имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Не выше ли это всего в православии? Не наибольшая ли это доблесть? Добровольно найти Бога? Без понукания со стороны старшего брата, родителей или власть придержащих? Не та ли вера считается по-настоящему искренней, когда добровольно она? Может, я не прав где-то? Вы поясните? Это как должно быть? Это православная империя, где православие – государственная религия, в которую все обязаны войти. Вот это вам такое православие нужно? Ну, тогда не жалею я, что не нахожусь более в теле русской православной церкви, потому что мне с таким вожаком не по пути. Истинная вера только добровольная бывает, только искренняя. И вот на принципах свободы совести основанная. И для этого большевики создали все условия. Хочешь – верь, хочешь – не верь. Хочешь – ходи в церковь, не хочешь – не ходи в церковь. Так это значит, что все, кто ходили, были искренне верующими, по-настоящему православными людьми, которых защищала и обеспечивала самая мощная в мире экономика, которых защищала и обеспечивала мирно-небданной головой самая мощная в мире армия. А вот теперь у нас новые опасности. И вы представляете, вот именно теперь, когда вы большевиков-то с радостным гоготом убрали, оказалось, что от русской православной церкви не просто ничего не зависит, от нее теперь уже даже братская украинская церковь не зависит. Мы совсем недавно находились в одной московской патриархии, теперь шиш! Вы, уважаемые друзья, настолько профнепригодны, что даже собственное хозяйство удержать не в состоянии, потому что дальше собственного носа вы не видите. Вы в состоянии строить церкви шаговой доступности, но при этом совершенно забываете, что церковь – это не каменная или деревянная, или какая-то еще бетонная коробка, церковь – это община, церковь – это люди. Если вы построите коробок, там не появятся общины. Если вы не в состоянии использовать всю мощь пропагандистского аппарата, которая есть в руках РПЦ, чтобы удержать, если не государство, то хотя бы собственную патриархию в сопределенной стране, так вам, может быть, профессию как-то сменить, ну или хотя бы должность? Вы же ничего не понимаете вообще. В том, как управлять веренным хозяйством, это в отличие от Ленина, который в смертельно опасных условиях страну спас и собрал ее воедино. Не он один, конечно. Он как символ. А вы как символ сначала профукали страну, затем профукали доброе отношение с соседней страной, где вы имеете огромную пропагандистскую силу и гигантский духовный авторитет, ну, по крайней мере, имели до недавних пор, но вы при этих условиях, при отсутствии войны, при отсутствии глада и мора умудрились сделать так, что не только прихожане на вас смотреть уже были не в состоянии, ваши коллеги, пресвитеры при первой возможности с радостным ржанием сделали ручкой и удалились вместе со всей недвижимостью. Вот это, я понимаю, уровень. Вы, когда Ленина с большевиками критикуете, дорогой товарищ патриарх, и пристные, вы предъявите результаты собственного труда. Вы что хорошего-то сделали? Какая у вас квалификация? Да у вас она просто отсутствует. Я уж молчу о том, что Ленин, да вранья, в отличие от вас, никогда не опускался. Ну, а вы продолжаете. Рассказываем, ничего там про молитвы святых угодников, начиная от отцов Киева-Печерских, во всех русских монастырях, подвязающихся. Вы понимаете, что любой православный той поры, к которой вы апеллируете, он рядом с вами, хотел сказать дурное слово, не буду, из одной чаши он с вами причащаться бы не стал. Потому что вы фарисеи, которые в своём глазу, бревна не замечая, у брата своего соринку пытаетесь вытащить. Вы книжники и фарисеи. Сегодняшний день связан с появлением страшного декрета о так называемом изъятии церковных ценностей. Церковь была готова, патриарх Тихон был готов помочь голодающим. Как только начался голод, патриархам было принято решение отдать определённые церковные ценности, например, драгоценные ризы с икон. Но для каждого верующего человека было ясно и понятно, что такие священные предметы, как евхаристические сосуды, раки со святыми мощами не могут быть отданы, потому что иначе свершится святотатство. Святейший патриарх со своими собратьями принимает решение помочь голодающим, в том числе передав им значительную часть церковных ценностей. Ну а ведь не это нужно было властям. Им не нужно было, чтобы церковь помогала голодающим. Им нужно было прежде всего скомпрометировать церковь в глазах людей. Вот, мол, посмотрите, у них какие богатства, и они не помогают голодным. Вы пастырь, вы защищать свое стадо от волков, рыкающих во тьме, должны не только в духовном, но и в физическом смысле, дорогой патриарх, иначе я не понимаю смысла вашего существования на этом престоле. Ризы с икону отдать, да? А если этого не хватает, вы себя, Ризы, должны были снять без второго слова, все отдать до последнего, как Иисус Христос завещал, когда ближний страждет, одежды себя последней сними. Или вы думаете, что Иисус Христос, который Господь, который поругаем не бывает, он как-то расстроился из-за того, что кто-то продал золотые чашки. А вы не помните, что первые христиане принимали причасть и совершали евхаристию в деревянных и глиняных сосудах? Вас это не настраивает ни на какой лад, это не кажется каким-то примером, что во время очень тяжелых и страшных событий жертвовать нужно ничем-то, а вообще всем. Это не является святотатством, это является даже не только для церкви, а для любого нормального человека или организации, единственно возможным модусом поведения. Там люди умирают, умирают от голода, страшной, нелепейшей смертью. И вы можете помочь, отдав не только оклады с икон, но еще и некоторое количество, например, евхаристических сосудов. Совершив настоящую евхаристию, вот ту самую, не поддельную, не символическую, а настоящую, пожертвовав, ну, потому что евхаристия, она невозможна без жертвы. Нет, вот это мы отдадим, это мы не отдадим, потому что считаем, что причащаться можно только в золотых чашках. Все, иначе святотатство. Это настолько скотская позиция, которую тут же озвучил патриарх Тихон, что она немедленно привела к кровопролитию. Вместо того, чтобы людей спасти, вы, а не советская власть, спровоцировали людей, учитывая, какое количество искренних православных в это время было в Советском Союзе, не отдавать священные сосуды, вообще не отдавать церковное имущество, если возможно, вставать на защиту, не боясь смерти, потому что это будет защита церкви. И вот люди начали браться за оружие, и пролилась кровь. Это не большевики пытались компрометировать церковь, это вы пытались компрометировать большевиков, раскрутив людей на кровопролитие, и вам это отчасти удалось. Правда, не на тех напали. Патриарх Тихон быстро пришел в ум, сообщил всем, что это его подбили, вообще-то на нехорошие враги советской власти, а сам он советскую власть поддерживает, поддерживает советскую власть, благословляет все его действия и призывает весь народ вспомнить, что нет власти, аще не от Бога. Еще одна евангельская цитата, а также Кесарю отдать Кесарева, а Богу Божье. То есть, у нас теперь советская власть. Я сам слышал, кстати говоря, и в вашем исполнении, когда вы пребывали на Смоленской митрополитической кафедре, слышал вы, как говорили, что здравие и спасение во всем благое поспешение подожди Господи генеральному секретарю Леониду Брежневу. То есть, вы разделяли эти самые установки, да? Разделяли. А теперь почему-то нет. И вы нам рассказываете нечто, что выставляет патриарха Тихона одной из двух. Или прям продажной шкурой, то есть, очень неприятным человеком, который сознательно всех обманывал. Или человеком, которым большевики манипулировали, заставляя его говорить то, о чем он не думает по-настоящему. Но прошу прощения, вы же сами признали патриарха Тихона святым. Патриарх Тихон у нас святой, в отличие от вас, между прочим, вас-то пока никто святым не признавал. То есть, у вас святой лжец, или святой, который не мог в защиту церкви кесарю ничего сказать, тогда какой он святой, а если святой, значит, ничего этого не было, и он все правильно сделал. Вы уж как-то с логикой-то определитесь, ведь оно или так, или этак. Третьего тут не дано, тертиум нон датур, как говорят наши братья-католики, на своем этом поганом латинском языке. Поэтому хотелось бы призвать, на этот раз, правда, уже не конкретно вас, дорогой товарищ Гундяев, а вообще нас всех. Первое. Не ссориться с основами формальной логики. Второе. Если вам кто-то чего-то рассказывает, даже очень авторитетный, каждое слово взвесить на весах той самой логики. Третье. Третье. Родную историю не забывать. Да и вообще историю не забывать, она очень многому учит. Для чего образованием и самообразованием заниматься надо, в чем мы вам поможем, и не только мы. На сегодня все.